Ольга Баянова Книга-трагедия Бога Велеса Коварный Велес Дело происходит в северной стране, в заповедном лесу Читает Игорь Полонский Вечером только отужинали, начали соседи подтягиваться с извинениями хозяйки С объяснениями к деду Матвею Ты уж извиняй нас, Матвей Егорыч, но уж больно интересно стало, что там дальше с Велесом-то приключилось Уж так жалко его, жальче не бывает Мотает его бедного, однако, от правды кривди до назад Так и бродит средь людей, или нашел, какое дело по душе Как, споешь еще нынче или как? Гости скромно топтались у порога, стеснялись проходить А дед Матвей только улыбался, да широким жестом приглашал заходить и усаживаться Вот все уселись-угнездились, деда Матвея глазами сверлят А тот бороду поглаживает, момента ждет А дело-то так разворачивалось Велес, бог трех миров, все еще бродил по яви в личине простого мужика Пристанет, бывало, к какой артели и ходит с ними по деревням Работает наравне, ест, пьет то же, что и мужики, спит рядом с ними Чувствовали люди, что непростой это парень, но не расспрашивали, чего да зачем Деликатничали. Сам, значит, выбрал, сам и знает, имеет право А как бывало, закончит работу, на которую подрядился Честь по чести со всеми попрощается и пойдет дальше своей дорогой Многие бригадиры-артельщики уже его знали Приглашали, да зазывали Но он никогда два раза в одну и ту же артель не нанимался Видно, своя причина была Ну а слухи всякие про него ходили Да и байк про него, как пришлого мужика, что ходит от деревни к деревне, слово чего-то ищет Много насочиняли Вот, бают, такая история как-то приключилась В одной артели лесорубов, что промышляли по летнему берегу Белого моря Бригадир-артельщик был знающий мужик, но вздорный Слово поперек не давал сказать, да и высмеивать тоже мастер был Вот на эту-то артель и набрел как-то Велес Артельщик смотрит, мужик еще молодой, даже не мужик, а парень Жизнью вроде непобитый и смирный с виду Ну, думает уж я и потешусь, спрашивает Парень из-за пояса топорик небольшой достает, показывает Артельщик о шладони друг о друга потер, думает Ну все, попался парень, вот уж я потешусь И говорит он этому пришлому, то ли парню, то ли мужику Нет, твой топоришко не годится, видишь ли, тут такое дело, мужики-то наши, артельщики, каждый со своим особым инструментом управляется А покажи инструмент, просит парень, может я где найду такой же У тебя есть этот инструмент, вот только маловат еще он, маловат, подрастить бы не мешало А что за инструмент, хмурится парень Да борода, гогочит Артельщик, а все ему поддакивают, да тоже со смеху с ног валятся Бородами мы лес валим Как так, удивляется пришлый Да вот так, а ты как научишься бородой деревья валить, так и приходи А сейчас молод еще, бороденка-то у тебя так себе Так и ушел парнишка, весь обсмеянный да оплеванный, хуже, чем побитый Ну посмеялись да и забыли, но нет На другой сезон приходит этот парень опять и прямо к бригадиру Помнишь меня, спрашивает, а тот-то уже и забыл Мало ли кого он высмеивал, всех разве запомнишь? С каких это ще я тебя помнить должен? Грубо так бригадир спрашивает, парень-то вроде и не замечает грубости Да ты же мне велел бороду отращивать, чтобы мог я наравне с вами лес валить Вспомнил артильчик свою шутку, гогочит Вижу, борода отросла, а лес-то на дрова сможешь рубить? Сосны-то в этом лесу старовозрастные, никто их до сих пор еще и не рубил Сами первый раз примириваться стали Так затем и пришел, что ты обещал в артель взять, как борода отрастет Но сосен, конечно, жалко Нет, парень, обещание обещанию рознь Борода бородой, а вот ты должен доказать, что бородой умеешь лес валить Завтра пораньше приходи, выдерем тебе делянку на подходах к тайге Там и покажешь свое умение Хорошо, соглашается парень Утром пришли к лесу на морское побережье Артельщики заранее пересмеиваются Сами работать начинать не торопятся Охота посмотреть, как этот пришлый выкручиваться будет Да вековое дерево рубить станет А тот подошел к высоченной сосне Пошептал ей, вроде как объяснял что-то Потом мотнул бородой Дерево и завалилось От веток освободил На чурбаки развалил Да на поленье переколол Все поленья аккуратненько так в поленьницу сложил И всю работу бородой сделал Рук из карманов даже не достал Ну как, берете? У бригадира, значит, спрашивает А тот ошалел Рот разинул Но собрался с духом Гонору-то много еще Отвечает Подумаешь, одно дерево завалил Ты вот всю делянку одолей А мы посмотрим, как ты управишься Хорошо, правда твоя Ты тут главный Соглашается парень И только свист пошел Одно за одним Да все так, как полагается В ветви опять-таки бородой в кучу сгреб Все стволы на чурбаки раскатал Дровишки в поленицу уложил До обеда все задание выполнил Ну, так что, берешь? А артельщик еще гонорится Так-то оно так Но с тебя причитается Причитается, так причитается Пошли Где тут у вас расположиться можно? Пошли молча всей артелью Никак от увиденного в себя не придут А в голову-то никому даже не влетит Что непростой этот пришлый Тут, скорее всего, морок наведен Но как расположились Попили-поели Головы-то отпустило А языки поразвязались Кто посмелее Начал выспрашивать Как он такому делу сподобился А парень и не думает, таится Да мужик один научил Все показал Да и словечко заветное шепнул Ну, мужики, и давай приставать Что научи, мол, как это делать Бородой-то махать куда легче Каждый день, чем топорами Ты вон за целый-то день Ни разу рук из карманов не вынул Пот с олба ни разу не утер Знамо легче Кивает парень Только мне-то какая выгода А мы тебя тогда на равных паях В артель примем Продолжает важничать старшой Ну, разве так На равных паях Соглашается вроде нехотя Так с утра и покажешь Как в лес придем Наутро Мужики гребнем бороды свои вычесали Что под вчерашнего застолья Ничего в них не оставалось В чистое нарядились Как на праздник собрались Пошли А пришлый спрашивает А где тут у вас муравейников побольше Чтоб на всех хватило А зачем? Удивляются А разве я вчера не сказал? Забыл, видно Сокрушается парень Надо день муравейники высидеть Чтоб борода напиталась К вечеру только вызреет Силой нальется Мужики морщатся Но соглашаются Нашли каждый по муравейнику Устроились Кряхтят, стонут Но сидят Да бороду все ощупывают Налилась может уже И ближе к вечеру Вдруг началось Каждый волос Твердеть начал Да острым становиться Бороду не потрогать Не погладить Порежешься Мужики начали Из муравейников Выбираться Отряхиваться Да постановать Тело-то все Муравьями Искусано А парень Останавливает их Рано Мол еще Вот как хор С бог солнца На покой соберется Тогда слово Можно сказать Так помурыжил Он их еще немного Потом командует Проверьте У всех бороды Крепкие Щупают мужики Бороды крепкие Да острые Куда там Топорам Доборот А теперь Мужики Выбирайте Каждый по дереву Да поядреннее Ствол руками Обнимите Бородой Прижмитесь А я вас всех Обойду Словечко шепну Обняли мужики Стволы Прижались к ним Бородой Как бывало К родной матушке Малыми детьми Льнули Ждут слово Заветное Всех обошел Мужик Каждому что-то Шепнул А как обошел Так встал В сторонке Да и говорит Прощайте Мужики Помните Велеса Науку Впредь Знаете Как да с кем Шутить Как на Старовозрастный Лес Топором Замахиваться И исчез Как не было Тут-то мужики Как очнулись Стали от дерева Цепляться А руки Не слушаются Да и бороды К стволу Приклеились Только сейчас До них и дошло Что это Сам Велес Бог трех миров Над ними Так пошутил Слухи-то Провелесовые Шутки И до них Доходили Всю ночь Обняв стволы Простояли мужики Наутро Руки Разжались А бороды Пришлось Топорами Отрубать С тех пор Как надумают Мужики Посмеяться Над кем Чужим Так осторожничают А не Велесли Это им ловушку Готовит Да сам и Посмеивается А в сторону Леса Что раскинулся По летней Золотнице И глядеть Та же Перестали И внукам Своим Заповедовали Беречься От тамошней Порубки Заметили потом Что стала Являться В том Наволокском Лесу Берегине Местные То Что из деревень Недалече От мыса Ухт-Наволок И стали Кликать Ее Хранительницей Священных Лесов А Велеса После этого Случая Еще и Коварным Стали звать Хотя В чем Тут его Коварство Посидели День Муравейники До ночь В обнимку Сосной Постояли Так По делам Нечего Над молодым Да доверчивым Гоготать Нечего На лес Родной Для Велеса Приморский Редкий Глаз Класть Что посеяли То и пожали Кнут Не мучает А наперед Учит И Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok